смотрим что нам предлагает молодой бишкек который выложен на площадке она понятно то есть почему не мог найти потому что на площадке это за май а здесь это молодой бишкек дай трагера поисплатили за май альтер эго в чем заключается скажите пожалуйста это лиричная история это какая-то flex история то есть чем отличаются альтер эго например славы кпсс мне понятно молодой бишкек это альтер эго которая что напишите пожалуйста в чате если что да то есть за май и и молодой бишкек в чем отличие в чем смысл и суть альтер эго чем она наполнена молодой бишкек это зэк философ все понятно бишкек бег это описание сдать первым твой молодого бишкека это концептуальный релиз который рассказывает историю жизни м.б. зама решил вернуться в альтер эго из-за популярности тусовки 52 flow который был похож на стиль молодой а понятно все понятно перед выходом альбома бишкек задислил их в треке old money flow заявлял что из-за этой песни они врывались к нему домой на старый адрес из-за конфликта с дистрибьютором релиз пришлось выпускать каталоги за май а не молодого бишкека синглом выходил трек мечта и визуал на молодой бишкек пролог понятно давал ли какие-нибудь комментарии исполнитель об альбоме публикация с объявлением о выходе альбома содержалось и следующее описание посвящается всем политзаключенным и узникам совести ясно так все да ну в принципе и в принципе все да то есть здесь мы видим на облоге решеточку майбача до решеточку ну почти да такая за м да типа за май там она слегка подправлена но типа майбач да короче у нас и решеточка стоит и держит исходя из ситуации из нынешней до предполагаю что это и тем более написано до политзаключенным скорее всего да это политическая какая-то история за май достаточно активно поддерживает антироссийские настроения в принципе имеет дискуссию там какие-то стримы какие-то движухи с иммигрантами это ты мигрантская либеральная тусовка вся вот эта история скорее всего это проект посмотрим насколько это интересно реализовано посмотрим насколько это красиво до концептуально если он предлагает нам такое творчество вот мы смотрели от монеточки какие-то песни были довольно интересные яркие мир он тоже данным рассказывать постоянно кита политические вещи посмотрим что у нас такое здесь то есть как это оформлено музыкально как это оформлено концептуально с точки зрения если он говорит про вот эту историю как он это нам подаст кому-то было прикольно за майбах неплохо неплохо ты слушал за май до этого да конечно в руках они слушали мы иногда слушали релизы иногда слушали синглы какие-то они проходят голосование у нас здесь тоже они бывают насколько я знаю в бусте бывают релизы какие-то длинные огромные релизы и когда выходили мы слушали топ треков оттуда который вы собирали вы сами предлагали наши зрители давайте посмотрим что это такое давайте посмотрим что это такое ну в общем в общем вот да то здесь получается флоу 50 вторых типа west coast некий такой да и это такой философ заключенный да прикольно что у нас тут есть есть у нас пролог это тизер альбомов которым нет спойлеров соответственно можем это посмотреть и понять что это такое вообще то есть это в принципе да концептуальная история и есть два клипа на мечта и зона любви ну в принципе все да то есть более менее в голове ожидания есть в голове ожидания того что это такое как это должно мечта молодой бишкек пролог к ндр зона любви пост любовь и режим бунт расплата payback последний завтрак эксодес окей ренессанс на лыбле ренессанс погнали смотрим сначала пролог я никогда не был бишкеки но эти районы каждый похож друг на друга такие одинаковые доставшиеся нам наследство говорят мы выбираем свою судьбу и в этом мире и жизнь переплетается с вызовами и соблазнами красивый чистый звук на ю тубе на удивление эти примеры которые нас окружают желание быть первым вообще пролог это второй трек и есть да так это он и есть да молодой бишкек пролог это он есть это второй трек до пролог вторым треком идет ясно хорошо давайте тогда еще раз потом посмотрим его сорян что так получилось давайте посмотрим его и лучше вторым треком нет тогда сейчас не буду на конце смотреть давайте смотреть начало открывает он альбом релиз треком мечта смотрим что это такое погнали друзья погнали let's go часть работа молодой бишкек молодой бишкек на него снят клип команды 312 812 86 школа 13 я мечтал не о новой машине как петров и баширов не о новой отчизне только в новом этапе что белый больничный к туберкулезный кашечка мрачняк короче да петров и баширов не о новой отчизне о свободной жизни а новом этапе только в новом этапе белый больничный кашечка туберкулезный кашечка все мечты пухом все мечты прах вряд ли что путин в том виноват не рассчитал не негациант мне кто пришлет только небо счета не мощный город пустые парадные люди закабалины и отравлены лишь вертолеты будто птеродактиль и меня выслеживали после сахарова и сахарова там не сахар судьба со мной на нарах погоду сидели узбеки таджики кыргызы мордва сушь через два я гражданин с русской земли меня не веселишь ты веселишь ёбаный мент по политической едем бежать я мечтал не о новой машине как петров и баширов не а новая числа а свободной жизни о новом этапе только в новом этапе белый больничный кашечка довольно неплохо подано довольно неплохо подано довольно чисто звучит в принципе я посмотрел это на ю тубе да и здесь довольно чисто звучит быстро трек закончился реально очень быстро закончился припев мы вот только его отслушали мне кажется душновато даже для такого стиля как будто тут мог быть очень длинный куплет вот реально то есть мог быть очень длинный куплет не знаю нужен ли был прям закрывающий припев такого же гигантского размера как в начале очень коротенький для текста ориентированного трека где идет рассуждение вот допустим мы слушали недавно текста ориентированную работу очень серьезно от метокса да и там и кровь из носа бамблбизи да тоже там достаточно такая история на подумать история жизненная было много треков текста ориентированных и там гигантские куплеты то есть именно когда человек нам рассказывает за жизнь да тогда мы слушаем что он говорит немощный город пустые парадные люди закабалены отравлены красивый текст довольно таки хорошо созвучия стоят из вертолеты будто птеродактиль и меня выслеживали после сахаровой все сахару там не сахар судьба со мной на нарах тоже сахар нарах погоду сидели узбеки таджики кыргизы мар 2 сахара мар 2 с через два я граждане из русской земли меня не выселишь ты веселишь ёбаный мент по политической едет бишкек как будто начинается да у нас то есть вот он он только начал все мои мечты пухом все мои мечты прах вряд ли что путин в том виноват не рассчитал не негационно и запрещено не счета хороший текст правда хороший вот он только начал то есть я вот только начал погружаться в то что вот он грузит он грузит и ты слушаешь это все это потихонечку наматываешь наматываешь вот хотелось бы еще столько же текста вот дальше да может быть какая-то там перебивочка небольшая может быть дроп там буквально четверочка какой-то бриджик и дальше еще один вот такой вот такой припев куплет точнее ну мрачняк да то есть нам заявили мрачняк конкретный второй трючок как я понимаю мы уже вот здесь знаем что это такое будет ну давайте посмотрим что это такое да принимается спасибо спасибо не хватило мрачника что вот мы смотрим сюда на этот замечательный ковер ковер стать кайфовый если эта история вот она такая да она политическая она борьба так сказать да и опять же там был какой-то прикольный хайп момент все вторыми да не знаю это хайп момент или правда это было на чат это правда реально существовал клип да да сейчас посмотрим по поводу там пришли в ломились что-то там такое просто видел что писали это но это писали потому что это правда происходило или это рафа сто процентов или это просто но разгоняет угар какой-то только со слов за мая это правда рафа не понять правда ли нет а ну ясно никто не знает да короче видос записывал про гребли альбом но я тоже так подумал никто не знает репутацию за мая да но мне кажется да это рафлянка какая-то толстая рафлянка скорее всего простинка будет выдержана в таком настроении блога не подходит блога какой-то флексовой истории про бенсит бородатых дядь слушай все бы так если бы он не держал это как решетку понимаешь все бы так то есть если бы рука рук не было на этой решетке тогда можно было бы сказать что-то флексовая история про май бачи да и сумки и гаярды и вот эту всю хуйню но ежели это вот так выглядит то это немного о другом но опять же да то есть если ты соответственно вот такую решетку держит что и соответственно как будто ты в заперти типа золотой клетки знаешь то есть вот с такой облоге неплохо неплохо было бы неплохо был бы релиз про то что ты типа вынужден там делать что-то там в плохой россии в мордоре и вот там те за это платят и ты типа в клетке но ты в клетке май баха типа такой истории да то есть как будто ты все-таки ну в клетке такой дорогой да то есть ты в клетке внутри май баха типа типа птичка в золотой клетке да вот вот в такую историю какую-то короче вот можно было бы закинуть здесь вот ну все вот вот как-то так вот мб майбах и молодой бишкек мб да ну вот я говорю за б б там или за хотя завряд ли там будет но за май все-таки раб денег типа ну да типа раб денег раб системы да типа ты раб системы поэтому ты вот вроде на майбахе но ты не свободный тип уже пишет там тебя свободную жизнь выбирал и все такое в припеве вот поэтому точно так тачка цм х ну не знаю не знаю цм х не знаю ничего сказать вот дорогой мрачный все смотрим что у нас здесь да это второй трек как я понимаю поэтому мы посмотрим сразу вот молодой бишкек про он правильно да вот вот здесь он ну да это она это вот таки да давайте с видосом сразу глянь я никогда не был бишкеке но эти районы каждый похож друг на друга такие одинаковые доставшиеся нам наследство говорят мы выбираем свою судьбу и в этом мире где жизнь переплетается с вызовами и гласными есть эти примеры которые нас окружают желание быть первым вообще желание быть с чего это начинается обычно спрашивают кто ты тебя спрашивают улица как стать своим очень просто первая бутылка пива сигарета первый косяк и ты провалился ты надеваешь этот костюм и действительность перестает держать тебя за горло кто хоть раз пытался соскочить понимает привязан к этой радости сильнее чем каторжник к цепи эта история о человеке что борется со своими демонами отказываясь быть жертвой обстоятельств он герой своей судьбы чая история наполнила страстью сил и бесконечной решимостью молодой бишкек молодой бишкек это человек который отказывается от бутылки пива от сигареты которые рассказы отказывается от вещей которые удерживают его которые дают человеку быть своим да все вправде маечки да вот эти флаг и вот он такой боец зоро да такой боец зоро короче молодой бишкек это боец зоро который вот не не здесь да получается как бы он своим не стал то есть вот это не свой он не свой в этом городе до в городе людей которые погрязли вещах которые держат их крепче чем цепь каторжника а он о свободе и у хорошо а клип на мечту пропустил давайте посмотрим до мечта прям сразу да ёлки-палки ясно мечта первый трек сейчас посмотрим 3 1 2 8 1 2 8 6 школа 13 я мечтал не о новой машине как петров и башин не а ну а честь а свободной жизни а но мы так только в новом этапе белый больничный кафе туберкулезный кашечка не о новой машине ну там рачняш она белый такой мализм до 1 а новом этапе только в новом не знаю вот подобный вайп который он транслирует вот не возне они ассоциируются вот с такой истории да с таким визуалом тут с одной стороны где-то гирта наступает у нас вот здесь да вот здесь вот это шляпа еще ну без шляпы да без шляпы был бы совсем образ не отсюда вообще да ну и так конечно довольно странно белый больничный конечно туберкулезный каши все мечты пухом все мечты прах вряд ли что путин в том виноват не рассчитал не негациант мне кто пришли только него счета не мощный город пустые парадные люди закабалены отравлены лишь вертолеты будто птеродактиле меня выслеживали после сахарова там не сахар судьба со мной на нарах погоду сидели узбеки таджики кыргызы мартуас через два я гражданин с русской земли меня не выселишь ты веселишь ебаный мент по политической едем ну да такая история да короче история о том ты меня не выселишь он отсидел короче получил гражданство да ты меня не выселишь по политической статье короче да он уехал там ебаный мент туда-сюда короче а свободный жизнь только в новом этапе белый больничный кафель и если говорить про подачи про форму этого то это скучно то есть подобные формы мы видели в лучшем в лучшие обертки если мы говорим про под про сути смысл ну то есть он он повествует тут от героя да он повествует тут вот героя лиричного посмотрим куда это его все приведет пока то есть у нас только начала ничего не понятно да вот он типа в этой песне вот он становится политзаключенным во второй песне он нам рассказывает про то что вот он все таки не хочет быть привязанным да он не хочет быть со всеми здесь вот со всеми теми кто вот живет жизни там пиво сигарета бутылка чего-то чего-то да окей посмотрим что будет и здесь да тоже вот это вот эта история то есть это герой он не от свой нет ни от своего лица соответственно это все подойдет естественно мечтал не о новой машине свободной жизни о новом этапе только в новом этапе белый больничный туберкулезные мечтал не о новой машине до 70 пухом 70 парах вряд ли что путин в том виноват но это типа человек который думает что путин в этом не виноват да в то что в то что все прах это думает герой так но то есть он нарочит это показывает что якобы это совершенно не тогда не рассчитал типа не сам ты это человек думать что это он виноват да никто пришлет только небо считания мощный город пустые парадные люди заскаблены отравлены вертолеты подиродактиль и суд через два я гражданин русские земли ты не выселишь ты веселись и оба момент по политической едет бишкек муки допустим так второй трек мы послушали к ндр следующий трек слушаем что это такое луис гол пока еще веет ветер перемен он идет вперед готовы принять вызов показать всем даже самая темная ночь можешь выступить вместо свету и надежды Карельское народное демократическое республика Леперталь на леву право коммунистическая публика Карельское народное демократическое республика Стэээбро Народная демократическая республика Тут либеральная нация Сталинецкая хипстерская Убегает Но не получится никуда Вокруг только болото и леса воркута По кругу запусти ты цигаретку, братан Наварить чефиря, потроллить коммуня Ну и как же совки, где же ваш батюшка Сталин А он почему не помогает Что бы все тут доказались К кастер-светов, вот тебе отдельный рай в шалаше Разведи куровец, подженись на козе Народная демократическая республика Народная демократическая республика В какую-то ромина со все это уходится Народная демократическая республика почти ингреда на демократическое хипстерская слабаки даже тесак не вывез только я с пищеблока тесак вынес последний киногерой как вылез я готовлюсь на венах сделать вырез чтобы из медзоны воспарить как и без заселиться в дерево кто-то не везет а там в лесах несмотря на кипиш по плану жить пока не утихнет решетка оказалась крепче чем я думал приманка на новое подключая меня от трубок через мот типа я умер нулевой пациент канализационной трубе впереди вижу свет корыльская народная демократическая такой очень сильный слава кпсс вайп да прям очень сильно все эти убиты да тут короче ясно короче суть в том что первый трек он как бы от лица персонажа поется да но здесь у нас какую-то рафлянку прокидывают не знаю я думал трек ну альбом будет выполнен достаточно серьезно и донесена будет позиция до своя она донесена как бы такое сквозь сквозь такие подъебки вот именно за майские да вот именно анти хайповский скажем так не альтер-эго не знаю и вот формат за че то надо подобный ну для жестко ну максимально мимо до мечта ничего к ндр бля к нжати на пиздец сорян да сатира тут кого-то демократическая республика next дослушаем и next фиберальная нация сталинецкий хипстерская убегай не выкупил не не вообще похуй мне абсолютно чё будет писать чё там выкупил не выкупил есть два гендера да у людей которые фанатеют по какому-то творчеству это ты если бля подать его и что это заебись или ты не выкупил факт того что ты выкупил и это плохо у них не бывает поэтому максимально поебать следующий так называется зона любви лэсс гоу ну кристалл вайп я подняли тогда глаза голубые глаза не понял ничего но сразу распознал казах пронзила будто гарпуном то отошел наркоз но сердце не обманешь понял что это всерьез бывает ли в зоне любовь вопрос секретарь личин да я политически неважно кем нас люди кличут тут никнейм а не кличка погоняла пешкек даже в крытке человеку нужен человек чефир ок я твой кумир да про 52 тоже я пока как тебя звали бакир в моих слов с тобой не запасный секс в моих слов отношения ампир песенка наша недолгая но двоих одна шконка для половинки как жопа от проникновения и джога мы всегда твиба и боба нам халупа вечная зона как буэк хотя у басола горячее тут ли басола как семья в пределах одного барака россия дала нам этот шанс на правду если что то хватил ты никогда не упусти в пересыльный кадр вспомни какой едешь на себе любовь ну развитие да по крайней мере есть как минимум не в глаз, а в брови тут еще бэком он напевает и изменил препятствия ну динамичный трек окей спасибо спасибо мы повторим эту кнопку я ненавижу музыку лэбра пахнул тобой ненавижу их студию ненавижу альбомы без тебя мы жизни леды как том талом в сентябре ты один кто смог познать тот самый внутренний пешкек меня ты хоть зови актив ведь я спасибо мы и был старость был подоком как форсированный Нил какой же наивный депил за всем выбившийся сил кусок портянок твои помнят нашу зону любви спасибо за разнообразие реально спасибо за разнообразие интересный третий куплет интересный и второй припев интересный то есть есть реально развитие по звучанию песенка наша недолго на выходной шконка подняли глаза до голубые глаза не помню сразу распознал казах бронзил будто горбоном отошел наркоз сердце не обманешь помню что это серьезно бывает либо не любовь а просек риторичный не важно кем нас люди клещат никнейм ни кличка погоняла бешкек даже на открытке нужно чем бля пиздец наша недолго на двоих одна шконка любовь да короче у них случилось окей супер пиздец зона любви да это вот это же он у нас есть клип друзья у нас есть клип let's go так ну что то прям это да сложности с оборудованием настигают нас сейчас друзья попробуем починить оборудование активно получилось подняли тогда глаза голубые глаза не понял ничего но сразу распознал казах пронзила будто горбуном то отошел наркоз но сердце не обманешь понял что это всерьез бывает ли в зоне любовь а вопрос секретарь нечин да я политически не важно кем нас люди кличут тут никнейм а не кличка погоняла бешкек даже в крытке человеку нужен человек че 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 С тобой не запас, но секс станет лучше, чем отношения, ампир Песенка наша недолгая, на двоих одна шконка Две половинки, как жопа, от проникновения и жога Мы все для тубиба и боба, нам халупа, вечная зона, как буэт Хотя у басова горячее, тут лимасова, как семья В пределах одного барака Россия Дала нам этот шанс на правду, если что, то хватил Ты никогда не упусти, в пересыльных одев, вспомни, какой едешь на себе Окей Ну как я понимаю, в целом, да, очень ограничен сейчас в ресурсах за май И поэтому клипы, да, вот, ну, подобным образом выглядят Окей Следующий трек «Пост Любовь» Слушаем Пепси-кола, водка хортится Хоть стоит, погода портится А мне, в общем-то, не верится Что я больше не твоя Что я больше не могу Да, в общем-то, не верится Поведай за водкой, пойду вообще Все обой кончается, и город кофту ленится Письма не принимаешь, ты колется граница Глотая слезы, в третий раз кормлю кота И склась в рот, дремясь, мужская работа Мальчик кричал о волке, но уже попросил водки Переполнил чашей Петри, теперь нас с тобой нету В картинках с собачками утром и прочей скучной войне Со свечием был закончен краткий курс арканарской резни Мальчик мой Музыка дождя Сложит в день Что делать? Мальчик мой Ну да, он тут на скорости Ну очень локальная история, я понял Бывает так, что любовь заходит в тупик у двух-трех человек А бывает так, что любовь, секс, близость и дружба Заходят в тупик сразу многих И целых обществ Постмолон арбомного не знаю, бро Не знаю Американские институты и государства Предлагают гражданам закрывать глаза на изменения в мире Предлагают думать, что в отношениях между людьми есть нечто неизменное И жить, будто на дворе вечно 19 век В результате меньше осмысленных отношений Приносящих радость и устойчивость всем сторонам И больше насилия Люди объясняются в любви Но сама любовь остается без объяснения На месте традиции нарывами возникает вопрос Кому на самом деле нужна семья? Почему дружба как бы менее цена, чем любовь? Кто хочет, чтобы горожане были счастливыми? Кем определяется счастье? Почему любовь считается обязательной для всех? И почему сотни, миллионы людей отказываются в праве на нее? Почему интимности – это личное право каждого? И почему это плохо? Окей Лодка хорится, хоть ты погода портится Мне, в общем-то, не веришь, что я больше не твоя Угу В многополярном мире сижу Зачеркиваю в тетрадке поля Знаю с собой навсегда Пронесу наши первые дни февраля Да, период первого разъебного запоя Разъебалась на столк Сказала в работах Извините, у меня болит животик Я думал, что это первые дни февраля Хотя первые дни февраля не совсем первые Да, это 20-е, если говорить про это Наверное, не про то В многополярном мире сижу На карте в Пенералагере сказали Это он, твой суженый ряженый В санатории То есть это какие-то действительно вещи И аннотации Из телеграм-канала Сейчас первые гадания На картах Везде вижу ее Крутая дам Вот мне пьют Про жизненный куплет Да в левша нехороша Рыдаю Текст неплохо собран Но реализация этого Невозможно погрузиться Честно говоря Реально Невозможно погрузиться К сожалению Картинка с собачками Проток Россия И США Поссались из-за Крыма И теперь скучают друг по другу Канарская резня Это там Герман Чуть немножко стругацкие Такие С собачками утром И прочее скучное возник Картинок с собачками утром С отличием был закончен Краткий курс на наркотской жизни И позже ходит в тупик Я хуй знает Может настроение не то Но что-то вообще Прямо Вот прям вот Прям тяжело Короче идет Реально Тяжело идет Да Потому что здесь есть С одной стороны Какая-то То есть Фирменность Как я понимаю Тут создается Именно Вот в подаче Самого Замая Да и вот этот рассказ Про любовь В предыдущем треке И в целом До этого Такая Она с одной стороны Какая-то Иронично-саркастичная Подача И смысл С другой стороны Как бы она на серьезных вещах Подается История про 52-х Я думаю Что это выдумка Для раскрутки альбома Подача разная Слушается Сложная Ну очень Очень локальная Фанатская история Типа Да Я понимаю Что люди Которые погружены В очень глубокий лор Ребят Да Наверное Они там Что-то давно Выкупают Километры Всего Что происходит В целом Мне кажется Почему-то У меня создаются Впечатления Что Творчество У Замая Сейчас далеко Не на первом месте Вот это его Политическая Активная Позиция Она наверное Дает ему Какую-то Такую Прям Основную мотивацию Основную движуху И вот это Не знаю Из того Что я слышал Даже от Замая Да Может быть Это дело В том Что это Альтер-эго Но это Как будто Прям Ну такое Вообще Такое Может дальше Пойдет Развитие Не знаю Да То есть Первая песня Была неплохая Весьма То есть Неплохая Первая песня Потом еще И пролог Который нам Говорит Сейчас будет Ого-го И после этого У нас идут КНДР Зоны любви И постлюбовь Пока Пиздец Честно Следующий трек Называется Режим Опять же Да Он может быть Режимом Режим Там Типа Путинский Режим И все Такое Или Режим Типа Режим Дня И как-то Это Обыграно Режим Молодого Дышки Режим На зоне То есть Опять же Это будет Ирония Обыгранная Или это Будет История Про Режим Ну Давайте Тимми Ошен По-моему На первом Треки Он был Может быть Это Будет Норм Погнали Я вернулся На систему Наху Мусорской Режим А Вот Мусорской Режим Я вернулся На систему От себя Не убежи На эпоху Как И Выдут Швейдоз Запись В предыдущем Треке Там Даже Поп-тритра Нет Разная Подача Тут Какая Очень Дерзкая Садится Измену Я Один Будто Быв Крепкий Голый Как Сокол Минь Ебаный Будто Болл Раб Я Клан На Тебя Болл Хуй Мой Крепок Будто Лом Но Тебе Не Достанется Я Теперь Будто Бы Скоп И Любовь Только Маменька Я Вернулся На систему Наху Мусорской Режим Я Не Берю Больше Никому Ни Мертвым Не Ну Политизироваться Мне кажется Все творческие Эмигранты Они Все Дико Политизированы Там По-другому Нельзя Потому Что Все Эмигранты Они Дико Политизированы И Они Таким Образ Объясняют Себе Почему Они Вот Так Скаж Живут Так Как Живут Это Очень Хорошая Мысль Что Вот Они Типа Там Чем То Борются Да И Вот Поэтому То есть Это Какая-то Деятельность Какой-то Какой-то Смысл Жизни Да С этим Связанный Вот Это Псевдоборьба На Которую По факту Всем Похуй Да С кем Они Там Борются И Там Сиди Непонятно Где И Че Там Типа Псевдо Создавая Всем Поебать Абсолютно Как бы Все Здесь Не знаю По идее Самое Время Для Хайпа Выпускать Оксимирону Свой Политический Альбом С точки Зрения Того Что Сейчас Курской Области Происходит Поэтому По идее Подострать Так Скать Поподпездывать В эту Сторон Как будто В тему Сейчас Не знаю Морген Не политизирован Морген Не политизирован Да Но Он уехал До войны Еще Все Кто Уехали За счет Войны Да Они там Прямо Активно Вот Эта Вся История Они Прям Типа Ну Такая Монеточка Там Это Кринжовое Видео Сняло Сняла Да И Не знаю Как бы Окей Принимается Да Позиции Бывают Разные Нет Вопросов Но Именно Форма Подачи Этого Всего Форма Подачи И качество Самое Главное За этим Большой Вопрос На самом Деле Тем более Релиз Позиционировался Как цельный Ну Цельная История Ну Может Быть Хуй Вы Знает Бифос Букером Не Было Видно Что Он Уехал Не Знаю Сам Замай Вроде Уехал В Германии В 23 Году И Теперь Живет С Руд Боем Это Не Точно Не Знаю Я Не Знаю Что Происходит Там Правда Не Знаю Я Не Отслеживаю Что Происходит Жизни Замая Не Не Знаю Как Будто В 24 Году На Иммигрантов Которые Что Там Говорят На Россию Максимально Похуй Реально В 22 Году Когда Никто Ничего Не Понимал Что Происходило Да Это Было Актуально Их Слушали Там В 23 Потихонечку Начали Понимать Конец 24 Бля Кому Не Похуй Реально Вот Но Окей Принимается Типа Я О том Что Если Было Красиво Сделано Если Было Подано Как То Очень Аккуратно С Соусом Вторичных Смыслов Возможно Так И Есть Возможно Форма Того Как Это Подано Не Дает Мне Возможности Погрузиться В То Что Это Подано Типа Я Даже Не Против Был Не Знаю Там Побомбить Про Политоту Что Нибудь Услышать Там Да Как То Поразбирать Какие Тезисы В Какую Оппозицию Вступить Автором Именно Персонажем В этом Релизе Попсуждать Что-то Ну Хуй знает Вообще Не стоит Ни на что Из того Что тут Происходит Даже Не знаю Я всегда Очень Стараюсь Погрузиться Ребята Выбрали В третье Или второе Место Занял У нас Голосование Супер Спасибо Я с удовольствием Ознакомлюсь Но Выжимать Из себя Что-то Я не буду Не лезет Но Я говорю Что Оно Не лезет Ну Сорян Вот Такой Я Хуй знает Есть Политические Вещи Прикольные Стэд Накидывает Прикольно Можно Побомбить Или С чем Согласиться Монеточкой Какую-то Хуйню Показывала Тоже Можно Не согласиться Согласиться Здесь Я не знаю Совсем Локальная Совсем Андеграундная История С очень Средним Качеством Записи Хуй знает Честно Большинство Песен Не предполагают Политуп Саможан В них Пихают Смысла Только Об этом Как будто Нельзя Уехать Просто Выпускать Качественно Без Тазов Да Нахуй Они там Никому Не нужны Бро Без Политики Типа Они в любом Случай Работают На российскую Аудиторию Все окружение Которое Там Думает Только Они пытаются Себя Оправдать Понимаешь Они пытаются Оправдать Свой выбор Они зачем Занимаются Политатой Когда Они срут На Россию Они сами Себе Доказывают Что они уехали Правильно Они молодцы Они правы Они хорошие А те кто остались Мудаки Редоеды Вот В общем-то Весь смысл их жизни Поэтому Они будут это делать Дальше Но Как бы Всем похуй Вот кроме них самих Да Вот этой кучки Кто там Этим всем занимается Всем похуй Вообще максимально Ну Это их право Это их борьба Как бы Окей Я вернулся на систему От себя Не убежи Смемли похуй Ну Хуй знает Как бы Ну Просто Оно же Как бы Не выйду Тут мертвы Мы лишь Жизнь Это пустое Холодная Постель Оскар Деллахор Что Ебальник Распей Мне никакой радости Я плюю Только Гадости Микрофон Эти губ Боли Все что Осталось Мне Зана Загудит Мы Поднимем Бут Ты хоть Нарин Да Избавимся От Мне Добавят Строг Только Это Похузы Полосы Плох Я вернулся На систему Нахуй Мусорской Режим Я не верю Больше Никому Не мертвым Ни живых Я вернулся На систему От себя Не убежи Что Мне похуй Как я выдал Тут мертвым Или живым Цент Пошел Нам Наш Мусоров Этой Ночью Запылает Барак Воров Славный Рагнарог В одном Моделем Государстве Кольщик На смене На Я вернулся На систему Нахуй Мусорской Режим Я не верю Больше Никому Не мертвым Ни живым Я вернулся На систему От себя Не убежи Мне похуй Как не выйду Тут мертвым Или живым Я вернулся На систему Нахуй Мусорской Режим Я не верю Больше Никому Ни мертвым Ни живым Я вернулся На систему От себя Не убежи Мне похуй Как не выйду Тут мертвым Или живым Можно во всем Винить родителей Агрессивную среду, страну, мирового устройства. Каждый день находить миллион отговорок. Можно говорить, вот ему повезло больше, чем мне, и поэтому я там, где я есть. Я действительно хотел быстрее повзрослеть, быстрее пойти в школу, быстрее закончить институт, стать известным и богатым для того, чтобы ничего больше не делать. Именно мое желание быстрых достижений лежит в основе моей зависимости. Это казалось мне парадоксальным, но это так. Отсутствие плана на всю жизнь. Если бы возможно было пройти эту игру под названием «Жизнь за день», я бы воспользовался этим шансом. Но в конце я узнал бы, что нужно проходить ее еще и еще, ведь других игр тут нет. В моем сознании присутствовал образ меня самого, и он отличался от того, чтобы просто лежать на диване. Я испытывал радость от жизненных побед, но всегда рядом с этими заслуженными радостями жизни шел этот дешевый кайф и халявные удовольствия. Бля, очень много этих... Зачем мне что-то делать, если вот это же можно получить быстрее? Постепенно жизненных побед становилось меньше, и требовалось кайфа каждый день. Наступает вечер, значит можно отблагодарить себя за то, что мы так много сделали за сегодняшний день. И так год за годом. Окей, следующий тракт «Бунт». Бунт. Бунт. В каждый дом. Бунт. Было мое окно. Бунт. Зачинает ломы, что дышло за ком. Бунт. Это не прикол. Бунт. Это большой прикол. Бунт. Рабисперд Антон, все горе огнем. Мусорская хата подгорела, как яичница. Кто же в этом виноватый? Днем с огнем не сосчерщая. Морда перепуга, она еще вчера напущена. Был начальник, а стал идиотом, как ферды щенка. Петухи, петухи, теперь сидят по кабинетам. И не души, не душить вам больше меня, говноеды. Вафлометы, водометы, автоматы, пистолеты. Вы пока подгоните, мы все сожжем до пепла. В каждый дом, выломая окно, зачинает ломы, что дышло за ком. Это не прикол, это большой прикол. Рабисперд Антон, все горе огнем. В каждый дом, выломая окно, зачинает ломы, что дышло за ком. Это не прикол, это большой прикол. Рабисперд Антон, все горе огнем. Посмотри на небо, брат, заяк, посмотри на звезды У стены расстрельная коммунаров, пули, гвозди Нас прошьют, как иглоробу, но я никогда не работал Как систему кровеносную, в которой приговоры Им здесь больше не заселить клочь, пережженной земли Дочь, у меня или сын, помнит души губов син На этом месте им больше не возводить заборы Не писать законы, не строить ни загоны, ни зоны Окей Вот тупо не хватает харизмы и качества Вот вообще Для того, чтобы погрузиться в это и повайбить с ним Вот даже погрузиться в его историю и повайбить с припева, к примеру Вот с этого дико-дико ровного Это надо просто очень сильно всем сердцем любить за майя Чтобы вот кайфовать от вот такой реализации, от такой харизмы Это просто надо считать чем-то сильно своим Сильно своим и прям вот быть фанатом этого творчества Тогда ок В остальном это просто очень слабо и все В жизни за все нужно платить Да, очень много вот Даню Мухина В попытках добыть быстрое удовольствие я поплатился карьерой Друзьями И в какой-то момент чуть не потерял самого себя С каждым днем хотелось все больше и больше Но эти удовольствия больше не приносили наслаждения Любые зависимости забирают жизнь, радость, свободу Кажется, ведь все же было хорошо И еще недавно я все контролировал Но это они стали контролировать тебя И когда ты решаешь прекратить и начать новую жизнь Приходится платить И деньгами тут все не вывести Здоровье, коммуникативные навыки, привычки, работа В середине жизни трудно жить с чистого листа Придется поцеловать но Но уже будучи трезвым Только потом тебе дадут всплывать И неизвестно, хватит ли тебе кислорода Если ты сможешь пережить расплату То, может быть, получишь шанс На дополнительную жизнь В этой игре Окей Сборный кстат Данила Мухина, да Подсудимый Суд предоставляет вам последнее слово Пэйбэк, нас расплата ждет Биг чек падает на счет, гейш шефт, каждый божий гол, самый жирный лох, Лондон, Вашингтон Бэйбэк, комиссар Катани, мой Винчестер, встретится в финале Он в бишке, экзека легендарен, белый Геленваген, но ты не бинарин Молодой бишкек, задымит гаштет, и тебе пиздит Миллион в башке, с кем мы стали взрослее, на пике его ждет Но с детства был не маленький, дыры красные в телах, как будто цветок аленький Эти наркоманики из Питера, рассказчики, песенки своей, поставка матушки на кладбище 312, денег диктат, нахуй кликлат, ака приклад, бутарь и прав, кока и паф На ручниках, но везут мимо Кремля Бэйбэк, нас расплата ждет, биг чек падает на счет, гейш шефт, каждый божий гол, самый жирный лох, Лондон, Вашингтон Пэйбэк, комиссар Катани, мой Винчестер, встретится в финале Ян Бишкек, Зэка, легендарин, белый Геленблоген, но ты не бинарин Рэперы, криминалисты, как Саша Сулим, только наблюдали делать, давая другим Большие канистры, дабы сжечь нахуй весь мир, большие министры охуеют с этих цифр Битва за власть, крытка и кайф, в рытвинах, как граната взорвалась Мое ебало и шрам во весь рост, ты на допросах, актер Сергей Рост Прапорщик задав, не Дмитрий, Нагиев, плюс возненавидят и черти в могиле Пригожий, красивый, будто юбиляр, концептуалист, прыгов, пьера беляр Ну что-то, что-то по этому треку, что-то, что-то Ровный более-менее трек, более-менее, да Мне кажется, это вот первый трек, наверное, после трека Мечта Который вот прям более-менее подходит сюда по мотиву, по мраку, по качеству Вот Payback ничего трек, правда Неплохой вайп, правда Избыточно, не душно, ну что-то, что-то То есть вот реально второй трек, вот Мечта и Payback Вот это неплохая работа Давай другим, большие канистры, да бы жечь нахуй весь мир Большие канистры охуеют с этих цифр За власть, крытка и кайф, ну не как граната взорвалась Вратвинов, Майк Балышам, Весь Рост, и на допросах актер Сергей Рост Прапорщик Задов, Недмитрий Нагиев, плюс возненавидит черти В могиле Пригожий, Красиво, Требеляр Концептуалист Пригов, Пьер Абеляр Спасибо Вот Payback неплохой трек, правда, спасибо за него Последний завтрак Короче, вот Из того, что я знаю По каким-то вырезкам стримов По старому интервью Со словами КПСС От Дудя За мая То есть в целом по медийке Из того, что удалось выцеплять за это время Мне кажется, в целом он довольно жизнерадостный человек Который пытался отбиваться от мира Когда переехал в Питер В Москву В центральные города И в целом он на своей харизме На своей любви к жизни Тащил, создавал все это антихайп Все это веселье, вся эта штука Безотносительно отзывов людей Что они думают о его творчестве Он тащил на своей жизненной силе И сейчас вот эта его история С таким Политическим Активистом Она Как будто не его что ли история То есть это история для Таких очень Псевдоинтеллигентных Мягких Людей, которые Очень нежные Очень По большей степени Очень такие Сильно оторванные от реальности И живущие в такой немного фэнтезийной стране И они искренне борются За эту историю Со своим инфантилизмом Пихая его везде абсолютно Замай Он все-таки Человек Знающий реальность Знающий Реальность Знающий Проблемы Бедности В разных местах Он успел пожить Увидеть И он сам по себе другой Он пацан Такой Мужик Он не пава Летающая Инфантильная На полвоздухе В розовых Юбках Немного не то И очень странно От него видеть Всю эту историю Честно говоря Я понимаю Почему это происходит Именно у иммигрантов Замай Как будто не оттуда Он не с этой тусовки Человек Я не знаю Какого ему там Как он себя чувствует Кайф ли ему Все это происходящее Нашел ли он себя Вот он тут Здесь от лица героя Поет Начать все заново Надо Во взрослом возрасте Расплата за все Приступить к чему-то Новому пути Новый поиск себя Переосмысление Ценностей Каких-то Да Вот эта вот Вся история Так называемая Каких-то Псевдопрогрессивных Людей Которые для того Чтобы опять же Оправдывать себя Называть себя Прогрессивными Хотя Подсос врагу Да Блять Ну типа В чем тут Прогрессия Да непонятно Бесконечное Саморазрушение Не знаю Это не его История Короче Постеронне Ну Бля Постеронне Можно все подряд Оправдать Если это Типа Ага На самом деле Тогда вообще Похуй Честно Тогда тут И говорить Не о чем Тогда просто Посмеемся Покекаем Поулыбаемся Ну и дальше Да Если это все Постеронне Если нет Ничего В этом Никаких Серьезных Мыслей Ничего Это просто Какой-то Псевдокек То вообще Похуй До этого Релиза Тогда Никакого В нем Смысла Вообще Нет Волчарик В овечьей шкуре Пока Да Мне тоже Так кажется То есть Он такой Типа Йо Ребята Я с вами Я такой Весь Продвинутый Концептуальный Я Прекрасно Разделяю Ваши Душевные Терзания Все Это не то Это все Не про него Короче То есть Он такой Бедлан В хорошем Смысле Этого слова Именно В хорошем Смысле Этого слова Поэтому Вся Вот эта Хуйня Нежно Соевая Она Как будто Вообще Обтекает Мимо него Просто Да Это такие Панки Бомжи Короче Которые Разъебывают И веселятся И высмеивают Ценности Опуская До уровня Говна Все За что Люди Держатся Именно Высмеивают Ценности И Уничижительно Все Пренебрежительно Высмеивает Так или иначе Каких то Героев Кумиров Какие то Ценности Идеи Идеологии А тут Он как будто Сам начинает Какую то Вот эту Инфантильную Хуйню Да Там Свободу Блять Еще нахуй То есть Это не с точки зрения Антихайпа Не с точки зрения Самого Замая Как личности Насколько Мне известно Вот про Андрея Из медиа Исключительно Хуй знает То есть Ну он Такой Да Как бы Не белоручка Да С красным Маникюром Охуенным Который Вот Рассказывает О том Что вот Есть у него Очень Очень Большая Проблема Вот Пуделя У него Подстригли Хуево Да Вот Лоскуток Лишний Отстригли Поэтому У него Депрессия Он Обращается К психиатру По этому поводу Он Не про это Поэтому Странно Да Человек Оказался Вообще Между Какой-то Ситуацией Вот С точки зрения Его Пацан Пацан Скости Бдловости И возраста Взрослого Да Он Скорее всего Должен быть Слоном По идее Но С учетом Иммигрантской Хуйни Да Он Конечно Стал Соевым Да Пиздец Бля Ну Такая История Короче Не знаю Слава Ну Слава Вроде Как Не уехал Поэтому Как бы Если Ты уезжаешь И хочешь Хоть как-то Что-то Делать Ты Обязан Порицать До Честно Жаль Да Вот Как Персонаж Как Антихайп Это Не то Что Со Славой Это Было Прикольно Сейчас Бля Я Хуй Знаю Мне Кажется Замой Потерялся Просто Потерялся Как Творческий Человек И Как Вообще Как Человек Мне Так Кажется Хотя Не знаю Может У него Очень Крепкая Стойкая Психика И Все Это Для Него Не Больше Чем Какая Игра Какая 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 Какой Этап Который Он Проходит И Который Он Пытается Жонглировать Как Он Этих Политиков Приглашал Короче Пиздец Да Ну И Вот Такое Он Выдает Творчество По Итогу Своей Деятельности Да И Вот Жизни И Вот Все Эти Эмигрантские Возни Вот Вот Такое Вот Мы Слушаем Сейчас От него Он Выглядит На самом деле Да Это Вот А ты Не Понял А на самом Деле То есть Ты По факту Ничего Не Высказываешь Ты Высказываешь Какую То Хуйню Которую Можно Понять Хоть Как Это Обычно Делают Дико Закомплексованные Люди Которые Боятся Говорить То Что Они Думают И Они Говорят Псевдо То Что Они Думают Чтобы Это Вывернуть При Случай Хоть Как Да Это Просто Защитные Маски Людей Которые Боятся Своего Мнения Что А теперь Это Вот Так То Это И Не Политический Релиз И И Релиз Ироничный Какой И Не Просто Качев Это Не Крестная Семья Релиз Какой Арестантский Какой Или Какой Пацанский Константо Словецкий Или Пацанский На Новый Лад А.k.a. 52 Да Не Знаю Я Тут Из-за Майя Не Вижу Какого То Рофла Не Вижу Антихайпа Не Вижу И Качество Не Вижу Бля Честно Честно Вот Без Негатива Отвечаю Вот Те Кто Будет Смотреть Скорее Сего Будет Думать Что Я Пиздец Там Презят Полит А Я Привык За Эти Три Года В Целом Да Что Люди Как Имеют Разные Аспекты Разный Взгляд Вообще Без Проблем Абсолютно Вообще Без Проблем Мне Понятны Чаяния Мигрантские Вообще Не Вопрос Мне Правда Кажется Что Андрей Ся Немного Потерял Задор Запал Харизму Жизнь Вот Этого Всего Он Просто Ну Смотреть Коментар Коментар Бля Вот Вообще Просто Стеной Идут Хуесосени Вообще Не Вопрос Мы За свободу Слово Мы Не Ютуб И Не Твич Добро Поэтому Говорите Все Что Считаете Нужным Скажите Что Вы Думаете По поводу Этого Релиза Те Кто Фанаты Те Кто Голосовали Вы Что Голосовали Вы Что Хотели Услышать От Меня Вот Вы За цен Даете Такой Продукт Что Вы Хотите Получить Чтобы Что Это Было Контента Я Тут Не Могу Дать Потому Что Тут Особо Тут Острых Политических Вещей Интересно Сказанных Как У Монеточки Где Можно Там Погореть Да Или Еще Что Тоже Нет Качество Реализации Все Что Тут Есть Для Чего Мы Это Смотрим Почему Вам Нравится Этот Почему Это Здесь Я Как Фанат Замая Скажу Такой Релиз Так Се Но Три Последних Трека Очень Нравится То Есть Payback И Два Последних Трека Они Норм Вот Payback Хороший Трек Он Норм Реально Я Голосовал Потому Что Замая Интересный Тип Не Слушал Ясно Спасибо Не Ну Принимается Да Базара Нет Как Он Может Музыкально Про Политику Слушать Обсуждая Политику Что У него И свое Мнение Оно Не Такое Как У нас А Ты Сделаешь Да Первый Комментарь Я понял За слова И баш Монетизацию На клип Байслайн Бизнес Убрали За слово П В конце Партии Да Добро Свобода Слова Такая Ну Че Ты Хочешь Она Для Кого Надо Свобода Для Врагов Слова Свобода Слова Нет Свобода Слова Мы Пока Вот На Ютубе Видишь Поэтому Все Нормально Я С тобой Первый Слушаю Ясно Вообще Было Интересно Слышать Стиль Замая Сейчас А То Дело В том Что Многие Голосовали Не Прослушав Релиз Супер Спасибо Вам За Доверие Я Не знаю Получилось Ли У вас Насладиться Мы Сейчас Будем Слушать Два Последних Треков Может Я Ну Похуй Типа Оно Вот Как Есть Так Я И Говорю Вот Ровно Скучно И Душно Вот Так Я И Рассказываю Монетизацию Да Уже Вроде Аценз Вроде Все Выключили Деактивируют Все Аценз Типа Российских Аккаунтов Поэтому Такое Ну Что Еще Сказать Хуй Знает Ожидания Были Выше Да Я Тоже Так Думаю У меня Тоже Были Выше Ожидания Мне Интересно Посмотреть Что Интересна Тема Раскол Антихайпа Оценка Позиционирования Замой Альбом Не Слушал Ясно Понятно Ну Ситуация Очень Сложная Мировая И тут Раскол Не только Антихайпа Тут Раскол Для Семей Происходит Раскол Родственников Происходит Раскол Друзей Всех Раскол Происходит Здесь Поэтому Понятно Как бы Букер Получается Вот Максимально Ушел Такую Вот Если По процентам По процентам Взять Да По процентам Вот там Пророссийская Сторона Там Допустим Там Зетник Ватник Тут Либераха Соя Инфантилуха Да Вот Центр Типа Вот Я думаю Что Букер Чуть Сюда Ушел Замой Сильно Сюда Ушел Слава Где-то Все-таки Маячит Здесь Так Или Иначе Да Вот Где-то Букер Сдвинулся Сдвинулся В ту сторону Слава Где-то Вот Ближе К центру Все-таки Мне кажется Самая стойкая Психика Да И вот Так сказать Возраст И позиционирование В этом конфликте Это у самого Славы Он Конечно Так нормально На Букера Напал Там Свои Мне кажется Были причины Но В целом Мне кажется Слава Хорошо устоял Потому Что он Все-таки Такой В интеллигентной В либеральной Тусовке В творческой Да Очень много Был Поэтому Он остался Не уехал И вот Все это Для него Сложно Мне кажется Ему сложно Это И насколько Это возможно Особенно С его Психикой И вот Его Шарабаном Который Вообще Вот Такой От всего Творчества И жизненного Пути Вот Мне кажется Он хорошо Проходит Вот Войну С точки Зрения Своего Творчества Вот Он Концерт Благотворительный Кстати Устраивает 25 Числа Для Пострадавших Жителей Курска Курской Области За что Огромный Респект Ему В этот Жиль Устраивает Три Дня Дождя Глеб Концерт Тоже Благотворительный Концерт Сходите Кто Может Туда Сюда Сходить Я Постараюсь Быть На Каком Из Концертов Вот Поэтому Вот Так Спасибо Ребятам За то Что Участвует Букер Так Последнее Время Неплохо Очень Аккуратненько Нащупывая Слонявость Свою Определенную Занимает Позицию Вот Ну За мая Мигрант Тут Как бы Я думаю Что Мне кажется Он в ахуе Сам Вот Мне так Кажется Конечно Он хорохорец Он показывает Что у него Все в порядке Он переживает Он там Борется Но Мне кажется Он в ахуе Мне кажется Андрею Не по кайфу Вообще В целом Не в плане Того Что нам Всем не по кайфу Война И весь пиздец Да В целом Вот та ситуация И та позиция В которой он оказался И то Что он из себя Представляет Сейчас Мне кажется Он в ахуе С этого Да Но как будто Уже такая У него ситуация Жизненная Он себя загнал В такие условия Что Только вот Топить себя Дальше И все Короче Больше нихуя Такая история Не фанат Слава Накайфанул От интервью Последнего Не смотрел Бро Белый день Смотрел За май Не помню Бро Вроде нет У Слава на батлах Были мощные высказания Про украинцев Украина Поэтому истина Мнения Не очевидна Релиз Прошлой пятницы Да нет Вроде это Евро Ну в смысле Прошлой какой Вот Которая вот Вышла С моделом Устраиваются Вот так вот Такая Семинерам Кстати Интереснее У Славы Последние Не видел я Да Вот сейчас Приоритет У нас Смолстроем Глянуть Наверное Моргена Не успели Посмотреть Такая история Слушаем Дальше Последний Завтрак Последний Завтрак Ведь мы не проснемся Завтра Поменем Фуко и Сарт Троя Кроем Все Жене И в обед Последний Завтрак Будто Нас Врастила Спарта Навсегда Запомни Брат Последний Завтрак Даже в клетке Крутой Странник Вечный Изгой Трезвый Пьяный Басой За ухом Косой Игра В реальной Жизни Концот Жит Лимасол Ответ Но даже Там Тебя Найдет Старуха С косой Омой С Росой Россия Украина Беларусь Кыргызстан Казахстан Фамилия Свободный Масон Не пропагандист Терпила Тебя Мы ссадим Меху Ведь ты Бедрила Последний Завтра Поменю Фуко И Сарт Троя Откроемся Жене И вопед Последний Завтрак Будто Нас Врастила Спарта Навсегда Запомни Брат Последний Заврак Вvelop Последний Завтрак В pretended Тебя Нов题 Б Well treatment Ди の êt Затянуться перед жизнью Родный дом мне уже давным-давно не снился Помню лагерь, допросы, конвои Молоденький гайр, под эту руку скроен Но я уверен все еще переиграть возможно Систему перечеркнул, выпрыгнув в окон Последний завтрак ведьма не проснется Завтра поменял фукой, зато я открою Окей, следующий трек, Exodus Вообще не вижу отражения в этом релизе обложки Субтитры сделал DimaTorzok 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 Другие видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok жесткий сборник и единственно что нам давало понять что это все-таки какой-то релиз цельный это вот с кит и от данила мухина до различные там интерлюди и скиты и прочие вставочки с того что происходило можно конечно притянуть за уши и сказать что заставка коверчик альбома он оправдан тем фактом что вот заключенный да и сам все молодой бишкек имеется ввиду и политзаключенные иммигранты вот совести вот он там вот не пропагандиста вот он вот такой он про свободу свободу ну про свободу мы уже поговорили до которая вообще есть в целом и свободу слова в том числе здесь это не такая как бы ну не совсем зоро потому что зоро маска ну вот шляпа до свой вайт короче в общем дизмораль получена отсылка на фильм бивень хуй знает даже вы нормально его стабильный пискал 10000 стримах не супер да отлично нормально если ему если он кайфует от жизни самое главное да и здоровье ему счастья радости найти себя в новом так сказать для себя мире здесь я готов поставить неплохо да если готов поставить 8 9 баллов потому что он постоянно рифмует на какие-то ассанансы рифмует очень много на им дроппинга вероятнее всего есть какие-то вещи я думаю что если там под и кодить конкретно по раскур по раскупать по раскусывать да там возможно что-то еще какие-то параллельные смыслы тоже существует скорее всего а уж придумать сколько тут можно всего если захотеть да сказать что оказывается здесь на самом деле 100 и 5 10 это вообще на на 500 можно поставить 8 я готов поставить структуры ритмика если бы все песни были бы с развитием припевов или как пейбэк допустим было бы прикольно да но очень много иногда получается все-таки скитов прям много какие-то песни ровно очень много повторяется припевов внутри ашки ну неплохие то есть пытается он делать какое-то разнообразие допустим да ну никакого концепта все-таки я тут и не могу поставить к сожалению как альбом 67 баллов структура 6 или 7 допустим 7 допустим реализация стиля вот на мой взгляд реализации стиля и харизма это самые неудачные удавшийся баллы до из этого релиза и свидос качество свидоса и что касается реализации различных битов и вот этих в битных и слабые доли все что касается подачи до кроме вот треков мечта пейбэк буквально на эксодус какие-то пару партов 5 баллов я готов поставить 5 индивидуальность харизма трудно нет какой-то почерк а здесь для либо самого за мая либо его альтер-эго молодого бишкека абсолютно размазанная подача звучит очень странно если мы говорим про после любовь трючок то там вообще и по харизме и по реализации очень слабо туда тут надо выкупать понимать что это что-то как для чего да очень такая очень устонаправленная андеграундная история до для супер своего круга 6 наверное я вам готов поставить 56 баллов 56 ну 6 допустим атмосфера вайп 2 балла трендовая актуальность 4 балла да вот такая история у нас здесь что вы думаете по этому поводу если тут у нас оценочка на главный висит ли этот релиз до сих пор нет не висит да так вы думаете 67 баллов 10 баллов и поставили за харизму 5 баллов за общее впечатление ну да оценки жестко фанатский ну принимается реально принимается за реализацию вы считаете это 8 и 4 балла да то есть все эти песни вот так сведенные вы просто назовете что это так должно быть для на таких битах 9 и 2 вот тут принимается да вот это и это погружение в биты 9 и 2 категорически не согласен вообще абсолютно максимально сколько возможно за стола подошел закрыл много думал плакал до 10 5 прайм янг бишкек 8 10 5 на бишкек и перерождение за мая 10 5 десятки четверка 2 все десятки до у нас еще получается у нас 5 рецензий получается ну в общем 67 баллов вы считаете я с вами не согласен но принимается безусловно спасибо большое да спасибо большое я прошу прощения у зрителей наших у тех кто голосовал если вы не получили того что хотели я сам не получил того что хотел я не кайфанул совершенно от этого релиза мне кажется это не целостная абсолютная история сборник каких-то демок допиленных в очень плохих условиях по тексту какие-то идеи яркие хлестки практически отсутствовали кого-то мрачного вайба который нам пообещал релиз с первого трека и 2 пролога совершенно здесь нет вот поэтому такая вот история сказал все что думал надеюсь вам было интересно спасибо